дам трошки орешки отаки горюхи с прошлого года и позапрошлого багато койде гниленький ну даю нормально сейчас даю сын они так же поподростали на киевлянка тоже любая горюхи грец друзья всем привет сегодня утром санька уехал до дому я вывез на трассу и вин благополучно добрался уже в павлограде был в 3 часа дня я звонил павлограде бру а я сегодня целый день сам занимаюсь двери сделал на вагон сейчас покажу по вагону что мы сделали покажу папарацятам что осталось а жена моя красова тоже покажу тут короче мы зробили сани еще были зробили краски и намешали вот эту вот бадьи краску ну вроде бы чтобы хватило только на вагон ну типа же вагон из всех четырех сторон покрасить и получилось что у нас хватило и на вагон и короче начали красить все подряд а тут а мы як убрали сарай что тут стоял старый курятник мы с него сняли шифр потому что за сараем забора не было из этого шифра что сарая зробили вот этот забор и короче у нас краски получается хватило и на баню и на вагон и еще и на забор на цю часть чтобы мы новую зробили забора двери саме двери я забыл из двух шальовин а так они смотрятся снаружи две шальовины разрезали короче таким образом внутри а так а тут а потом вставлю пенопласт плотный троечку и утеплю двери и может вверху еще чем зашью ну цикалы буду уже тут а мастерская сейчас пока цей год зернохранилище а на следующий год уже будет тут мастерская поставлю буржуйку то тоди я утеплю а так цей год положите кормова база а потом на следующий год я уже построю в другом месте там короче свои планы ну то уже буду в следующем году опустили мы его удачно все хорошо лих як раз четенько все прекрасно что мы первое делали это чтобы тачкой заезжать в сам вагон то есть раньше вагон был поднят и надо было лазать по этим поддонам сейчас тачкой сразу заехал и все мы тут также маленький порожок завели для тачки и внутреннюю внутреннюю тоже стяжку сделали вот такого вот такого типажа стяжка получилась сантиметров ну где семь где восемь где шесть а так там по моему толще тут меньше или наоборот ну короче уже сильно не этот и и по грунтували металл весь чтоб не ржавею почистили так как могли более-менее щетками и по грунтували его а завтра я уже думаю сегодня уже с дверями все уже закончил а завтра по зашпаклюю оцелось этим у меня шпаклевки есть там буквально в ядро то зашпаклюю те же повыпадало жена по белой обычной побелкой извести и по стенам тоже по зашпаклюю вот эти всякие такие выемки ямки этот и и все и получается вагон будет закончен и вагон закончат потом уже можно смело оставлять цель так сказать объект и переходит на щелевые полы делать щелевые полы со щелевыми полами я чего не спешу потому что мне их надо аж я считал на август по щелевым полам аж на август поэтому может саня еще приедет он поехал отдыхнет дома и потом явится и будем работать короче так а у меня мелких пока забот хватает мелочушек разных вот так кого там немае материала на полностью двери можно сделать края края центр те утеплить более-менее все усилить и нормальные двери лайфхаковские такие это все именно забрезки из остатки ну правда две шалевины это не остатки ну две шалевки осталось в кровати еще и все это обрезки и по робили так нормально на сами наличники то старую доску сарая выбрал и просто что воно как покрасилось стало все монотонное а так было все разно будет это тоже сарая там он не хватило кусок добавил но так оно все с кусков чтобы ничего не куплять и все грубо говоря тот же метал тоже ось цокольок на вагоне обшились профлистаце той что остався с нового сарая с прошлого года и так с обрезки в обрезки и все воно этот баню красить не думали а покрасили вагон дивимся у нас еще пив бадье этой краски так мы и баню закрасили с двух сторон там надо двери будет так само сделать где Саня живет и еще и на забор хватило то есть покраски отлично и сейчас покажу вам по поросятам что осталось по поросят забрали я уже не снимал один виводок забрали сейчас остався еще один на цей неделе приедут заберут и все по поросятам голый Вася по поросятам больше не будет завтра думаем еще покрасить вот этот вагон у меня тут по этому вагону я его чего не красю и ничего не делаю потому что у меня тут свои планы насчет этого вагона у меня тут будет и зерно склад и цей вагон то есть все в куче я потом все ну все потом расскажу как буду делать ну а сейчас конечно дивится сюда красивый зеленый уголок можно там сидеть пить чай или там хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе или жарить шашлык ну к примеру такая непонятная ну и то мы первый раз покрасили вагон вагон как из цвет мята вагона такая страшная была так мы давай опять подразвели эти красители то вот так и получилось салатовый типа как в сарай ну нормально пойдет по безнадёге пойдет и также сегодня жернушка моя двери покрасила ну не покрасила а вскрыла лаком вот таки лак у меня был с прошлого года баночка развели а он как и орех чешу и вот такие вот выше двери двери как начало релки попал они и вакуум скрыть а то ж просто вакуум скрыть и все пошли в сарай то есть у меня пытал чему же им давать грецкие орехи да они все равно не раскушается вон и они едят кормящий не даю готовится скоро копоросу обезьянка тоже ну как не совсем скоро ну скоро я просто их кишля вольные клетки сюда а тих то поросился в свободную клетку под допустим у меня бывало эти клетки да или в это или в это я уже забыл в этой клетке выводок я продал поросят их забрали свиноматка сразу пошла на свободный выгул у ней сейчас еще пару дней должна загулять и мы покрыем кряком это она а потом барашку заберем поставим в эту свободную клетку а киевлянку туда на опоросе оце что осталось с поросят девять штук выходным по приезжают по забирают и все и больше поросят немал продажи нема и в продажи не буду пока что потому что следующие выводки если вы не будут дать бог оставлю соби наш левый пол и кстати девица то мы не писали ось поросята сегодня 18 часов порося там а цим ровно сегодня четыре месяца есть индивидуум и он я потойду и стоит только 120 уже цель на день таки на цих 100 100 с хвостиком цим 18 4 месяца а ось напротив 21 4 месяца то есть через три дня я сказал что четыре месяца столик все ну все нормально и ввешивать хотели их сегодня ввешивать и тих тих 21 ввешивать не буду то что я сейчас ходу на процедури лечу спину и тягать в ней нежелательно там меня и клетки не мая лёшка привет тоби клетки то что у меня была для заваживания здоровых уже не мая я буду делать другую клетку и для других весов ну все так едят горюхи ну так раскусить но не дуже ось щас щас ось стоите по цей это вообще кисть я не знаю ну я кисть не знаю я кача не с цього виводку от вина дым таки дуже здоровый можно важить у цього одного и кричать у меня весь виводок таки ну цей в него вес у 4 я купить месяцев а цей за столичок строго луси и кстати осяця свиноматка цепер в коросят что мы не забрали вона не загуляла писять йома а сегодня я по ней заметил что уже прошло почти 20 днів и вона ночи на загулять и зато может уже и будем покрывать оцю свиноматку короче перегуляла 20 днів в ней еще и вимя он эти камни мажем камни у вимях еще не поросходилось молоко то есть где молоко перегорало еще в первых сосках осталось но оно пройде мы можем занимаемся цим аматор на поготове везде и тресла и копытка кого пужа покрыть ну киевлянку понятно что туда и так же само те все сами виводки просто я их пополам цим 21 а эти 18 то есть сегодня цим сегодня ровно четыре месяца то же самое ну столик законный есть то есть там удивляется может быть не может быть я не знаю уже привыкся нормально для мальчика если провяживаться полностью а цим архаровцем у нас так другого числа им было четыре ну а сейчас получается восемнадцатый четыре с половиной месяца 2 июня будет пять у меня еще есть один грижовик маленький выбракованный рисунок я вам его покажу здоровой грижи сзади и тоже я думаю вона сама по собі пройду как и в целом ну хотелось бы так а там будем наблюдать у них тоже корм постоянно есть стараюсь что постоянно было и они на особо так его едят едят кому надо и все корм питательный сытый сытный и это так вроде бы все показал так же по он видно по тей шторке он вон она высыть як сюда сквозняк идёт вот бачите як хорошо вытяжки тянут сквозняк вот то есть воно витрец там паду все пешком вытяжки потянуло ну ну наверно не видно в камеру да вот все стороны тяны а на эту сторону я между между двух векон поставил отражатели отражателем туда на улицу чтоб отражало солнце потому что тут будет уже жарко и эти я тупо заглушив тут а по два векна с отражателем эта сторона открыта ну сколько вот девица сегодня на дворе жарко 20 20 21 в сарае то есть в сарае их температура яка им надо да барашка может и барашки дать пару штук не надо вам нельзя сегодня выбегло два по сараю бигалы на киевлянка ох киевлянка любе горюхи воду як набрало я закрываю зверху я тут и набираю на утро поросятам ну чтобы она была не холодна а теплая и утром добавлю теплой воды поросятам вот так думаю все рассказал думаю все показал ризать покажу на мясо нема кого все подростающее поколение хотя мене уже звонят там тарише у тебя есть кого не еще нема кого они еще малые да амато барашку они конечно высмоктали ну шо барашка крупненькая свинка була сейчас конечно им будет в пятницу месяц да у нас получается да в пятницу месяц поросятам поросятам слава богу хорошие так все кому ще горюхи обезьяна тобі горюхи давай обезьяна если цей раз таки сами опороз буде як и прошлый опороз то будем обезьяну убирать а там надежда умирает последний ось у меня нюрка вона строго в ней десять одиннадцатый стук ней немае меньше и наверное я знюрки 100 выводочка оставлю одну свинку одну или две наверно одну ось вона стоит это две свинки такие что мне нравится может их оставлю кого на свиномазку чтобы были и кантори и и трехпородный гибрид короче всех по трошку тем более на щеля готовлюся щелеви будут щелеви я думаю будет проще я там уже придумал яки навоз убирать буду ну тоже совсем другая история друзья всем спасибо за внимание и всем пока